Как правильно произносить его Божию? Так как евреи никогда это имя не произносят, но они его знают, чтобы при чтении Торы не прочитать это имя, как оно есть, они под согласными этого имени поставили гласные от имени Адонай. И те, которые не были в курсе, они применили согласные от имени Якова, а гласные плюс от имени Адонай, и получилось никогда не существовавшее имя Ильбова. В синдарном переводе оно есть, но это филологическая ошибка, которую в XIX веке очень много ее допускают. Во всех современных изданиях Библии, критических, научных, вы нигде не встретите такую-то разнотерацию. Возьмите еврейскую скулопедию, откройте раздел, который называется «Имена Божия», и там четко говорится, что произносить это имя, как и Ильбова, это филологическая ошибка. Потому что к согласию четырехруклиного имени прибавили гласные от имени Адонай, и получилось никогда не существовавшее имя. А евреи эти гласные проставили, чтобы никогда не читать это имя, а всегда во всех случаях читать Адонай. Поэтому, собственно говоря, современная наука, она знает, как произносить это имя. Многие специалисты его произносят, как и ясные, и сами свидетели Ильбова в своих публикациях, они пишут. Да, ученые по-разному отвечают на этот вопрос, как произносить это имя. Некоторые произносят, как яхвы. Они указывают это за своих женок. Но при этом они почему-то говорят, что они точно знают имя Бога, что они организации, которая знает имя Бога. При этом, существенно, чётко догадываются, что вот эта трансвитерация Ильбова на устали, но безнадёжна. Надо постепенно от неё отказываться. Ещё записочка. В Евангелии фоксимильное, изданное с Евангелия до Никоновского, Иисус пишется с одним И, а сейчас с двумя. Почему? Ну, по-еврейски получается одна И. Там читается, как это, И-Шуа. Второе И может возникнуть только при огласовке, но огласовки неправильные. Когда Э будет произнесено как И, потому что по-еврейски это будет И-Э-Шуа. И-Э-Шуа. Но вопрос, как правильно трансвитерировать это имя, он был давно поднят. В любом случае, Иисус или Иисус, они не соответствуют библейской трансвитерации. Это национальная традиция. В частности, Иисус Христос. Это греческая трансвитерация, которая видоизменялась, когда греческие тексты проникали в другие национальные христианские группы. Имена Божьи – это тайна. Многие имена Божьи, они изучены до конца. Например, имена Божьи есть нарицательные, то есть всемогущие, великие, славные. Наибольшее количество имен Бога содержится в псалтыре, потому что псалмы – это поэтические тексты. Поэтические тексты. Там есть эти поэтические удаления, обороты, что это там реально присутствует. Здесь важно понять значение того или иного имени. Когда Саввел был остановлен Богом на пути из Иерусалима в Дамаск, Саввел задает вопрос – кто ты, Господи? Почему он задает этот странный вопрос для евреев? Евреи же того Бога верили? Он просто хотел знать, с каким именем Бог его встретил. Потому что в каждом имени содержится некая концепция. Например, четырехгукольное имя означает Божье милосердие. Милосердие. Первое имя Бога, которое встречается в Библии – это Элогим, означает «меру суда». Оно может быть переведено как «судьи». Элогим. Шадай, по-гречески, Пантократа, или тот, который привел мир в равновесие. Поэтому изображение Пантократа в некоторых христианских храмах, в основном, на куполе, на обратной стороне купола, в самой сложной части, как в Турции, и Пантократа как бы удерживает равновесие. И вот, когда Савва спрашивает, «Кто ты, Господи?» Он хочет знать, каким именем. Или это Савалов, Савалов – Бог воинств, или это четырехгукольное имя – Милосердный, или это Атанайя, Господи. И вдруг он услышит новое имя Бога. «Я Иисус, которого ты будешь». Трудно тебе идти против Савва. И с этого момента это имя станет очень значимым для Савва. И как другие христиане, он будет учить, что нет другого имени под небом, которым надлежало бы спастись, кроме имени Иисуса Христа. Мы не спасаемся другими именами, в том смысле, что не настолько их понимаем. А в Иисусе Христе мы имеем раскрытие характера Бога Отца. Мы узнаем намерение Бога Отца. Поэтому Иисус Христос для нас – это самое великое свидетельство Бога о самом себе. И когда апостолы просили Иисуса Христа, «Покажи нам Отца, и будешь довольны», он им однажды сказал, «Сколько я с вами, вы что-нибудь видите?» То есть он раскрыл характер Бога невидимого. Как в Евангелии от Иоанна и сказано, Бога никто никогда не видел и видеть не может. Единородный Сын, сущий вне этой очереди, Он явил. То есть Он явил характер Бога невидимого. Показал этот характер, раскрыл подлинное доверение Бога. Поэтому мы познаем Бога через Сына Его. И Христос прямо сказал, «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». А когда Христос говорит, «Я дал им Твое имя, я раскрыл им Твое имя», Он умеет в виду что? Христиане – это первые люди, которые в молитве к Богу стали называть Бога Отцом. Когда апостолы пришли к Иисусу и сказали, Иоанн Креститель научил своих учеников молиться, ты нас научи. И Он дал молитву, которая начиналась словами, «Амину Ашер!» «Отче наш!» И когда они назвали Бога Отцом, читали эту молитву, вот это был прорыв. Он дал новое имя Богу, он показал им это имя любящего Отца. И мы, христиане, обращаемся к Нему, как к Отцу. Так никто не терзает вообще обращаться к Богу. Нужу манинь, когда не скажут, обращают к Богу Отец. И другие, только от людей, например. Для Сан-Завицы говорится, что Израиль – ваш сын. Но это в коллективном смысле. А уж это такие личные отношения, чтобы отдельно взятый еврей говорил бы обращать к Богу Отец, мой, отец даже, это очень сложно. Это очень сложно. Поэтому мы постигаем Бога не в звуках. Не надо по-мантрически относиться, как язычники. Вот только такой звук. В любом случае, и Иисус, и Иисус не соответствуют абсолютной транслитерации библейской элита. Сейчас этот спор бессмысленный, потому что в 1971 году на поместном соборе русская православная церковь, московского патриархата, объявила, что обряды, старые и новые, равноблагодатные. До этого было уже и диноверие. То есть Зайкан всегда принимал и такое произношение, и другое произношение.